Здравствуйте дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. В роду мужчины заболевают и умирают в 55 лет. Вряд ли это совпадение. Как с этим быть и как это исправить. Я думаю надо сходить к какому-нибудь хорошему психотерапевту и проработать вашу мнительность. Потому что если все мужчины в вашем роду настолько заморочены на то, чтобы верить в то, что в 55 лет они умрут, то они уже как бы к 55 годам настолько свое сердце изматывают, что оно в течение вот этого 55-летнего периода просто не выносит уже, не вытягивает вот этого постоянного ожидания смерти. И вот это срабатывает некоторая психосоматика. Если конечно ваш дедушка был в каком-нибудь концлагере или прапрапрадедушка и там 300 человек в день зажигал и перед этим глазки выкалывал, то может быть есть какая-то взаимосвязь. А может быть стоит действительно всем потомкам этого маньяка в монастырь уходить, чтобы род не продолжался. Или как-то, как не люблю это слово, но скажу, как-то усердно вымаливать. А если ты мужик, живешь там и тебе кто-то наговорил, что в 55 лет все умирают, и ты скорее всего умрешь. Ну вот реально, если ты в это веришь, то это страшно. Если ты в Бога не веришь, то как бы легко, легко умереть запросто. А если ты понимаешь, что всё в руках Божьих и не может Господь в небесной канцелярии издать указ, так род каких-нибудь там Никифоровых умирать в 55 лет, хоть ты тресни. Не бывает такого. Если ты это понимаешь, ты это знаешь, не просто веришь, а знаешь, что ты живёшь себе спокойно. Живёшь, причащаюсь, исповедуюсь, каждый день готовясь к смерти, не только к 55 годам. Читали вечерние молитвы? Что там написано молитве Анна Дамаскина? Господи, нежели мне одрся и гроб будет, и леща каянам, и душу? Вот восставишь гнем. Всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда твою, Господи, боюсь, но греха творить не перестаю. И так далее. По тексту хорошую молитву читайте перед сном хотя бы только её одну. А то всё. Ой, я очень даже перед сном читаю. Вот эту читайте. Умру ночью, Господи, если ты не восставишь, если грехи мы не простишь, которые за день натворил или натворила. Так что, думаю, надо всем мужичкам или прийти к вере и проработать, повторюсь, мнительность и все эти психосоматические проблемы. Вот. И вы, кто-то спрашивал-то, тоже не забывайте, что без воли Божией ничего не происходит. У вас, конечно, по попущению что-то происходит. Ну уж точно, не по каким-то придуманным вами шаблонам. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.